Библейский портал экзегет.ру представляет Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин, и мы с вами на портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона», неканоническую книгу, и сегодня седьмая глава. Как обычно, мы читаем отрывок, затем я его объясняю, потом следующий отрывок и так далее. Итак, первый отрывок в этой главе, это с первого по седьмой стих. В этой главе автор рассказывает о своем происхождении и о том, как он приобрел премудрость. «Я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И я в утробе матерней образовался, в плоти, в десятимичное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми, с кормами в пеленах и в заботах. Ибо ни один царь не имел иного начала рождения, один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Посему я молился и дарован мне разум. Я взывал и сошел на меня дух премудрости. Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство почитал ее за ничто в сравнении с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед ней все золото, ничтожный песок и серебро грязь в сравнении с нею. Я полюбил более здоровья и красоты, избрал ее предпочтительной перед светом, ибо свет ее не угасим. И вместе с ней пришло ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. И радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими. Но я не знал, что она виновница их. Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрывая богатства ее, ибо она есть нестащимое сокровище для людей. Пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения. Итак, автор говорит о том, что любой человек может приобрести премудрость, потому что он тоже ее приобрел. Несмотря на то, что он был царем, он прошел тот же путь, по которому прошел каждый человек. Известно, что книга премудрости Соломона написана не Соломоном, и автор берет образ Соломона только для того, чтобы показать, насколько был Соломон велик, потому что он приобрел премудрость. Но и он тоже человек. Я человек смертный, подобный всем. Тут очень интересно, подомок первоздавнего, земнородного. Здесь вспоминается о том, что первый человек был создан из праха земного. Прах земной – это пыль. Дальше автор говорит о том, что он появился в утробе. Обратите внимание, что он говорит о себе, как о личности, я. То есть, можем предположить, что сам автор верит в то, что человек возникает во время зачатия. Он говорит о 10-месячном возрасте. Здесь нет ошибки, потому что речь идет о лунных месяцах. Лунный месяц, он короче солнечного месяца, там где-то 27-28 дней. И как раз 10 месяцев – это и получаются те самые 9 солнечных месяцев. Обычно беременность продолжается 280 дней. Ну, вот как раз и получаются те самые 9 месяцев по солнцу. Далее автор говорит, что он, как и все люди, дышит одним и тем же воздухом. Обратите внимание на фразу «не спал на ту же землю». Некоторые экзегеты предполагают, что здесь речь идет о предсуществовании души. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим, что такое предсуществование души. Но вот, скорее всего, автор не имеет в виду это. Он просто имеет в виду, что вот как он родился и как бы вот опустился на эту землю, потому что все люди ходят по земле. Я так же, как и все остальные, говорит автор, плакал, как плачут все дети. Скормлен, в пеленах, в заботах. То есть он был такой же человек, как и все остальные, несмотря на то, что он был царем. Шестой стих повторяет ту мысль, которая в Библии встречается неоднократно. Все мы рождаемся, мы все умираем. Один вход в жизни и один исход в смерть. Далее автор вспоминает о том, как он молился, и ему дарован разум. Действительно так и рассказывается в книге, в третьей книге царств. Соломон молился Богу, Бог ему открылся и предложил на выбор богатства, силы и так далее. И один из даров, который Бог предложил Соломону, это была мудрость. И вот Соломон именно мудрость попросил. Бог в ответ ему сказал, что раз ты попросил мудрость, то у тебя будет и богатство, и власть. И здесь именно это событие вспоминается. Дальше говорится, что сошел на меня дух премудрости. Вот снисхождение духа премудрости надо все-таки лучше и лучше понимать, как указание на схождение благодати Божией, которая просветила ум Соломона и даровала ему ту самую великую мудрость, которая у него была. Но если это не Соломон, а это не Соломон, то здесь как бы намек на то, что вот такой же дух мудрости может получить каждый человек, как ее получил автор. Дух премудрости, благодать Божия, это больше, чем власть, больше, чем богатство. И богатство даже несравнимо с ней. Почему? Потому что богатство дарует наслаждение, которое описано в той же книге «Экклезиаст», которой автором считается Соломон. Да, богатство приносит наслаждение, но куда больше радость, больше богатство приносит премудрость. Почему? Потому что общение с Богом, благочестивая жизнь – это то, что дарует человеку вечную жизнь. Ну и здесь такие очень красивые сравнения. Драгоценные камни – ничто, золото – это песок, а серебро – это просто грязь. Дальше автор сравнивает свет премудрости с обычным земным светом. То есть он говорит о том, что свет премудрости более важен для человека, потому что свет земной может угаснуть, наступит ночь, а вот свет мудрости горит всегда. Что это вот за образ света? Понятно, когда мы говорим о свете, мы вспоминаем первые слова Бога, которые Он произнес «Да будет свет». И про этот свет Бог сказал, что этот свет – это хорошо. Почему Бог говорит о том первозданном свете, что Он хорош? Чем плоха ночь? Да ничем она не плоха, но когда святое, человек работает и молится. А вот когда наступает ночь, человек просто ложится спать, и он уже не работает и не молится. Вот здесь свет премудрости – это то, что позволяет человеку и трудиться, и молиться, получать какие-то земные блага и получать небесные блага. И если ночью человек спит, то в свете премудрости он как бы всегда бодрствует. Может такие параллели провести. Однако, если человек следует за мудростью, то он все-таки получает богатство. Здесь, естественно, вспоминается история с Соломоном, который действительно получил великие богатства. Но мы понимаем, что это еще Ветхий Завет, и поэтому те благословения, которые Бог даровал в Ветхом Завете, это действительно какие-то земные благословения. Может быть, сейчас такую немножко шокирующую вещь скажу. Бог больше и не мог дать человеку здесь на земле, или так во времена Ветхого Завета. Что Бог мог дать человеку во время Ветхого Завета? Детей, богатство, долголетие. Это Божие благословения. В Ветхом Завете только это. В Новом же Завете – это вечная жизнь. Книга Премудрости – это Ветхозаветная книга. Поэтому здесь и говорится о этих богатствах. Но если мы говорим про Новый Завет, то следование Премудрости, следование вот этому пути, который нам описывает автор книги Премудрости Соломона, дарует человеку вечную жизнь, то есть великие блага. Автор говорит о том, что она виновница их. То есть автор не всегда проводил эту параллель, о том, что если он живет благочестиво, то есть следует Духу Премудрости, то он получает эти блага. Но это действительно так. Если человек живет благочестивой жизнью, он действительно получает благословение от Господа. Далее автор говорит о том, что без хитрости, то есть без каких-то коварств он научился, без каких-то обманов он узнал о Премудрости. И поэтому он без зависти отдает очень важный такой момент, что он как бы говорит о том, вот я вас научу, вы обретете эту мудрость, и несмотря ни на что я вам завидовать не буду. Я наоборот буду радоваться. В такой момент иногда учитель завидует своему ученику, но здесь этого нету. Премудрый Соломон говорит о том, что у меня она есть, я ее отдаю, и я не жалею об этом. Если люди приобрели Премудрость, то это неистащимая сокровищница. То есть человек будет от Премудрости черпать, и она будет неисчерпаема. То есть он будет получать и получать блага, и они никогда не закончатся. Более того, и вот это самое главное, те люди, которые идут путем Премудрости, они находятся в дружбе с Богом. Бог дает людям знания, о том, как правильно жить. Люди живут в соответствии с этим знанием и находятся в дружбе с Богом. Соответственно, в противоположность дружбе с Богом это вражда с Богом. Когда человек враждует с Богом? Это тогда, когда он не исполняет его волю. Возможно человеку враждует с Богом? Да, конечно, возможно. Если бы это не было возможным, то, наверное, все люди были бы верующие. Хорошо, идемте дальше. Читаем следующий отрывок, где рассказывается о том, какова Премудрость. Это с 15 по 21 стих. «Только бы дал мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых, ибо в руке Его и мы, и слова наши, и всякое разумение, и искусство делания. Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и течение стихий, начало, конец и середину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положения звезд, природа животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различия растений, силы корней. Познала я все, и сокровенные явленные, ибо научил меня премудрить художницу всего». Единственное, о чем просит автор книги, это говорить правильно, чтобы Бог помог ему правильно все рассказать. Почему? Почему автор обращается к Богу? Потому что Бог дарует человеку мудрость, он ведет его путем этой мудрости, и если человек отступит, то он его исправляет. Вот это исправитель мудрых, это тот, кто поправляет человека, если он отступает от мудрости. Бог посылает испытания, и тем самым человек изменяется и становится еще более праведным. Автор говорит о том, что люди находятся под владычеством Бога, что не только их тела, но даже их слова, и то под водительством Божьим. здесь не надо понимать, что Бог абсолютно человеком управляет, иначе бы никакой свободе и речи бы не было, но вот то, что вот Бог, владыка человека, этим подчеркивается. Бог даровал автору неложное, то есть правдивое познание существующего, то есть познание этого мира, то есть автор понимает, как все происходит, не какие-то фантазии, не какие-то обманы, а вот как оно есть. Дальше автор говорит о времени, то есть он понимает, как устроено время. Дальше интересные такие параллели природу животных и свойства зверей. Автор явно использует преувеличение, чтобы побольше сказать. Понятно, что в данном случае, что природа, что свойства, это одно и то же, но вот эти повторения синонимов делают речь более красивой. Ну, понятно, природа животных и свойства зверей, то есть какие животные. А вот дальше очень интересно стремление ветров и мысли людей. Значит, скорее всего, переводчики взяли, переводчики на русский язык, взяли только одно значение слова, которое там стоит. там стоит слово, которое чаще всего переводится как душа или дух. И вот поэтому стремление души и мысли людей. Почему? Потому что, ну, как бы, стремление ветров и мысли людей, они не очень стыкуются. Там стремление животных и свойства зверей, то есть пересекаются. И дальше там говорится различие растений и силу корней тоже пересекаются. А вот как бы стремление ветров и мысли людей, они не очень пересекаются. Но здесь автор имеет в виду, что он понимает, что человеком движет, что у человека на душе. Ну и дальше про растения и про корни. Я это все познал. Почему? Потому что меня научила премудрость. И здесь премудрость персонифицируется. То есть она называется личностью. Она называется художницей. Очень красивый такой образ. Художница. Как та, кто делает красиво. Хорошо. Дальше говорится о свойствах премудрости. То есть какова эта премудрость. Итак, давайте прочитаем. Мы читаем до конца главы. И более того, я даже прочитаю первый стих восьмой главы. Потому что там мысль, которая начата в седьмой главе, она как раз продолжается до первого стиха восьмой главы. Она есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий в сию умный, чистый, тончайший духи. Ибо премудрость, подвижнее всякого движения и по чистоте связи сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы вседержителя, посему ничто оскверненно не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости ее. Она одна, но может все, и пребывая в самой себе, все обновляет, и переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков, ибо Бог никого не любит, кроме живущих с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонных звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрость не превозмогает злоба. Здесь что интересно, перечисляются свойства премудрости, или природа премудрости. Вот эти вот свойства, если их посчитать, их выйдет 21. Цифра 21, это естественно произведение 7, умноженное на 3. ну и понятно, что автор это делает специально. На что стоит обратить внимание, многие вот эти свойства, они повторяются друг за другом, и имеют одно и то же значение. Итак, ну давайте все-таки разбираться. Во-первых, говорится о том, что премудрость, она есть дух, и это дух разумный, то есть это не некая безликая сила, это та сила, которая действует, и действует на разум человека. Дальше говорится о святости, премудрости. Слово святой в Библии означает отделенный или посвященный. Понятно, что святым, это не просто вот как, я поставил кружку на стол, говорю, вот эту кружку не трогать, она моя, поэтому она святая. Нет, конечно. Имеется в виду, что Бог взял что-то или кого-то и выделил из общего числа. То есть, вот если продолжить эту аналогию с кружкой, вот эта вот кружка, она обычная кружка, но эта кружка посвящена Богу. Теперь она принадлежит Богу, и ей может пользоваться только Бог. В данном случае, когда говорится о премудрости, что она святая, то есть она с Богом. Дальше она названа единородным, дух единородный. Здесь тоже очень интересно. Естественно, слово единородный, которое здесь используется, означает прежде всего уникальный. Единородным, например, назван сын Авраама и Исаак, но он не был перворожденным, и он не был единственным, рожденным у Авраама, потому что перед Исааком был Измаил, а после Исаака еще были дети. Но, когда говорится о единородном, говорится об уникальности. Вот это слово единородный нам знаком, потому что оно используется в Новом Завете и прилагается Господу нашему Иисусу Христу, который назван сыном единородного, или сын Божий, единородный. Вот здесь, что интересно, немножко отвлечемся, верующие названы сынами Божьими, и Господь наш Иисус Христос тоже назван сыном Божьим. Но, в отличие от верующих, Иисус Христос единородный, то есть уникальный. Далее говорится о многочастной. В данном случае имеется в виду не то, что Дух Божий как-то состоит из частей, а имеется в виду, что он проникает во все части. Он тонкий, здесь та же мысль продолжается, можно даже сказать, это повторение, тонкий, то есть он проникнет в любой предмет, в любую часть. следующее удобоподвижный, то есть он это снова вот это проникновение, то есть он двигается где ему угодно. Он светлый, потому что премудрость есть свет, в отличие от тьмы, он чистый, то есть не содержит ничего плохого, ничего нечистого, а в данном случае нечистота это то, что удаляет человека от Бога, то есть если премудрость она чиста, то человек, который приобщится к премудрости, тоже становится чистым, а раз он чистый, то он может приблизиться к Богу. Он ясный, то есть понятный, невредительный, то есть он не делает человеку что-то плохое, этот дух любит тех, кто живет во благе, он скорый, то есть если помолиться и попросить этот дух премудрости, он тут же придет, нет никаких преград, чтобы его удержать, он благодетельный, то есть приносит различные блага, он любит человека, твердый, непоколебимый и спокойный в данном случае обозначает, что он неизменный, беспечальный, то есть он не приносит человеку печаль, он все видит и проникающие все умные, чистые, тончайшие духи, это имеется в виду ангелы, то есть он еще и в духовном мире находится. Те свойства, которые здесь перечислены, мы можем считать, что это свойство Божие, и вот в данном случае, мы можем говорить о том, что автор описывает дух разума, дух премудрости как Бога. Значит, дальше автор снова говорит о том, что премудрость движется, она чиста, она везде все проникает, и что интересно, есть дыхание силой Божьей, вот это дыхание силой Божьей, этот образ, который используется для описания Духа Божьего, то есть Дух Божий, руах элахим, вот руах, это можно перевести еще и как дыхание, значит, с дыханием силой Божьей, то есть Бог дышит, а Бог сильный, то есть Бог посылает своего Духа, Духа Разума, или Духа Премудрости, и этот Дух сильный. Дальше чистое излияние славы Сидержителя, здесь не надо понимать, как учение о эманациях, здесь речь скорее идет о том же самом, что вот что-то исходит, и что-то изливается, вот есть образ, который используется в Ветхом Завете для описания Божьих Божьих благословений, это масло, которое возливается на человека, здесь то же самое, вот это излияние благодати на человека, почему ничто оскверненное не войдет, нет, то есть тот человек, который скверен, а в данном случае это, конечно, грешен, не будет с нею, дальше говорится от бесквечного света, вечный свет, это, конечно, Бог, то есть она премудрость отражает Бога, о чем говорится дальше, что она подобна зеркалу, образ благости, образ это похожесть, это похожесть, то есть премудрость такая же, или, так можно лучше сказать, точнее сказать, похожая на Бога, она одна, то есть одна премудрость, но она может все, пребывает сама в себе, то есть она сущая, имеет жизнь сама в себе, в отличие от нас, которые имеют жизнь, полученную от своих родителей, здесь же она имеет жизнь сама в себе, она все обновляет, оживляет, переходя из рода в род, имеется в виду, что премудрость действовала, как прародителей действовала, там, вчера, она действует сегодня, и она будет действовать завтра, то есть не нужно представлять о том, что праведники или там мудрые жили только когда-то, нет, в каждом поколении она избирает благочестивых святые души, премудрость готовит друзей божих, то есть тех, кто живут в мире с Богом, она готовит пророков, потому что без обладания духа разума никто не может быть любим Богом, ну и дальше автор просто ее воспевает, говорит о том, что она превыше, она чище, она прекраснее, звезд, солнце, небо, она прекрасна, и она доступна всем, потому что она распространяется от одного конца до другого, то есть по всей земле, этот образ конечно от края до края земли, и все устрояет людям на пользу, здесь премудрость описывается не как какая-то сила, а действительно описывается как реальная личность, возможно вот эти описания, вот эти через эти описания автор проникает в тайну Пресвятой Троицы, потому что Сын Божий, Господь наш Иисус Христос в Новом Завете назван премудростью Божьей. Хорошо, мы с вами прочитали седьмую главу, мы были с вами на портале Экзегет, и меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Спасибо за внимание. Продолжение следует...